Войска и военная техника, баррикады на Елисейских полях, триумфальная арка в граффити, горящие покрышки, разбитые витрины. Это Париж сегодня. Бензиновый бунт за несколько недель перерос в масштабное антиправительственное выступление. Радикальное крыло желтых жилетов призывает президента Эммануэля Макрона уйти в отставку, распустить парламент и провести досрочные выборы. Правительство даже пошло на уступки. Было объявлено полугодовом моратории на непопулярные меры. Однако протестующие говорят, что этого уже недостаточно. И в открытую насмехаются на запоздала реакция властей. Собранные социальными сетями люди чувствуют свою силу и отказываются уходить с улиц. В Европе бьют тревогу. Подобный протест уже не только во Франции. Бельгия, Германия, Нидерланды, Сербия, Болгария. Каждая страна интерпретирует движение под свои реалии. Но факт остается фактом. Медленно, но верно, желтые жилеты захватывают Европу. В чем причина, разбирался Вадим Мартишевский. Жилеты лучше для погрома нет. Такого хаоса Пятая Республика не наблюдала даже во время молодежных бунтов полвека назад. Масштаб манифестации колоссальный, но в то же время есть масса деталей, которые разбивают эти демонстрации на части. Работники транспортной отрасли хотят добиться одного, студенты другого, желтые жилеты третьего. Начавшиеся три недели назад акции против повышения цен на бензин разрослись до недовольства французов политикой правительства в целом. В стране сейчас несколько отдельных протестов, которые из-за своей массовости и наличия некоторых общих требований слились воедино, драка дракой, но подводить ее итоги политикам. То, что происходит в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева. Никакая причина не оправдывает нападение на полицейских, разрушение магазинов, поджогов государственных или частных зданий, угрозы для прохожих или журналистов. Пожинать плоды ожесточенной схватки предстоит правым и левым французским силам. Кто бы не вышел победителем противостояния, Францию могут ждать досрочные парламентские выборы. На этом настаивает лидер партии национальное объединение Марин Липен. Но ее риторика также направлена против подписания Парижем первого в мире глобального соглашения ООН об общем подходе к международной миграции во всех ее измерениях. Документ может быть принят на следующей неделе в Маракеше, где состоится специальная межправительственная конференция. Президент Французской Республики не нашел ничего лучше, чем сказать, что прописанные в соглашении решения соответствуют европейским ценностям и интересам Европы. Национальный фронт просит президента Франции отказаться от этого акта государственной измены. Если это соглашение будет подписано, Национальный фронт будет бороться не на жизнь, а на смерть со всеми мерами, в нем содержащимися. Марин Липен полагает, что данный пакт будет мешать парламенту Франции принимать законы, ужесточающие миграцию, криминализировать тех, кто сопротивляется миграции и создаст юридическую базу, которая станет точкой невозврата. А к досрочным парламентским выборам, которых требует Липен, французское правительство пока не готово. Слишком высока вероятность прохождения во власть значительного числа как левых, так и правых. Вместе они могут инициировать изменения политической системы, что в свою очередь сделает Францию более уязвимой для влияния внешних сил. А там и новый кризис не за горами. Этот гнев, который зародился давно и долгое время, оставался невысказанным. Сейчас проявляется мощно и в коллективной форме. Нужно быть глухим и слепым, чтобы не видеть и не слышать его. Сцены хаоса на улицах Пятой Республики будоражат иностранные медиа. Кадры насилия в Париже публикуются на первых страницах СМИ. Международная пресса дает яркие заголовки статьям. Курица, несущая золотые яйца, не может дать больше того, что у нее есть. Вот о чем твердят жёлтые жилеты. И на стороне этого движения три четверти французов. Макрон должен принять мысль о том, что частично виновен в случившемся. Он единственный может изменить ситуацию. Потому что, как мне кажется, люди не остановятся. Они разгневаны. От Франции движение жёлтых жилетов распространяется на другие страны Старого света. Против слишком высокой стоимости жизни из-за облачных цен на топливо выступают бельгийцы, немцы, голландцы. Каждое государство Евросоюза интерпретирует движение под свои реалии. Но факт неоспорим. Жёлтые жилеты захватывают Европу. Вадим Артишевский. Вокруг планеты.